Новое неочековане завдание. Кращу зістряв пекельни кухарев визначили відвідувачі торгового центру. Подходите, берите, у нас все очень вкусно. Косисир с помидорчиком был уже вкусный, мужчина. Правда? Переможцы конкурсу французских бутербродов отправилися до СПА-салону насолоджуватися відпочинком. Почувствовалось, как фантомат. Ти, что програли, за наказом шефа занялись прибиранием смяття. Пять днём, блядь, попасть, нахуй, и обриваться в мусор. В гостях пекельной кухни побывал экстравагантный одеський кулинар Савелли Липкен. Равиоли, простими словами, это пельмень. Это стало несподіванкою даже для неизвестеннейших. Да, респект. Круто, оченьку. На вечері было все достаточно неспокойно. Без соли, без перца. Под горячую руку шефа потрапила Ольга Мостовенко. Я шеф! Ты что, совсем очумела? Я тебе не первый раз об этом говорю. Але больше за всех шефа розлютив Сергій Гус. Она не должна быть сломанная. Я хочу, чтобы вся паста была длинной. Дайте больше кастролей сделаю длинной. Гуд аут. Такая поведенка остаточно вирішила долю Сергея на пекельной кухне. Прямо пора. Снимайте китик. В любом случае. Спасибо за работу. Їх залишилось лише четверо. Как можно вообще не нервничать. Кожен впевнений, что саме він повинен перемогти. Чи ги надії на півмільйона гривень згорять у полум'ї пекельной кухни. Теперь номинировать буду я. Попереду вирішальний день. Сегодня вечером визначится, кто будет финалистом в борьбе за главный приз на пекельной кухне. Поэтому кухарьи почуваются не очень спокойными. Что означают ці сни, дізнаємось незабаром. Доброе утро. Доброе утро, шеф. Я надеюсь, что вы помните одну прописную истину. В ресторане, если ты хочешь хорошо принять гостя, ты должен принять его как родного человека. И сегодняшний конкурс будет, наверное, самым простым. Сегодня вы должны приготовить блюдо, которое вы бы сделали самым близким своим людям. Ровно через 45 минут я жду от вас то блюдо, которое вы сервировали бы самым близким своим людям. Понятно? Дальше! Время пошло! У каждой семьи свои кулинарні секреты. Участники пекельной кухни, мабуть, також. Зараз саме час їх показати. Я делаю просто на то, что любит моя жена. Я тоже делаю. Очень вкусно. Да? Да. Что, что любит жена не попа? Хе-хе-хе. Не поп, як завтра, чимось невдоволений. А морковка вообще не жёлтая. Вообще. Ты с картошкой мясо будешь подавать? А это не канаешь? Тебе вчера, б***ь, говорили. Может быть, у него любимый любит картошку с мясом. Он же ж не Сергею Гусовскому готовит. Хотя кто его знает. Родственников хочешь своих отравить, гад. Осталось ровно 10 минут. Спасибо. Ольга и Слава начинают трохи нервоваты. Давай, 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 давай. Ты что, я очкую? Ты очкуешь, а я? Ты же очкуешь. Мне больше всего нравится, когда ждёшь, ждёшь 30, 29, и ты забываешь вообще эти твоё блюдо. А вы что вы вытираете руки, а? Руки? Я тебе честно сказать. Ты же сама знаешь, ты ж повод. От себя. Ну что, мы уже отдаёмся? Ну, не знаю, вы отдаётесь или нет, но мы сервируемся. Так, внимание. Пять, четыре, три, два, один. Участники готовы. Шеф ознайомляется с истремой у каждого. Саша, Оля, Юрий и Слава. Пекельных кухарей отправляют до едеальни, где они будут ждать результаты конкурса. А шеф и где встречать родных. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, очень рад вас видеть. Как вас зовут? Наталья. Супруга. Воп, Александр. А, вы его жена. Спасибо, очень приятно. Шеф. Яна. Яна. Я жена тоже, как число. Очень приятно. Тоже. Лиля. Лиля из Луцка. Из Луцка. Да, очень приятно. Понятно. Очень приятно. Много слышала о вас. Максим. Максим, очень приятно. Занимайте ваши места. Ваша задача для того, чтобы они победили, угадать блюдо. Юра. 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 Мы не будем пока подождать, да? Мы не будем, да. Ну, забирайте себе это блюдо и пробуйте. Да, можно забирать. А если другие не возражают, то вы не возражаете. Не возражаете? Если я не ошибаюсь, это моя. Да. Ну, что ж, пробуйте. Чекать на результат долго не доводится. Кожен из гостей сделал свой выбор швидко. О, что значит справжнее кухение. Максим, я? Почему я узнал? Расскажите, да, что, почему вы узнали? Потому что пасту я люблю. Вы любите пасту и только пасту. Мой муж очень любит спагетти. Очень любит. Я могу ее есть утром, обед и вечером. Вы мне должны, потому что я научил ее несколько паст сделать новых. Цикаво, як обгрунтуя выбор своей стравы девчина Юрия Кондратюка. После работы мы жарили себе на гриле вырезку телячью, с такой прожаркой, с медиумом. Я просто от нее балдела всегда. Когда он сказал блюдо для родных, я сразу понял, что типа это... Ну, то есть, это было понятно, явно. Ну, и я приготовил вырезку. Вы знаете, что Юра мне говорит все? Я каждый раз говорю, Юра, я тебя возьму в Нью-Йорк, я тебя возьму в Рим. Он говорит, не, я не могу. У меня есть любимая женщина в Луцке, я никуда не поеду. Вот так вот. Это очень приятно. Пояснила свой выбор и дружина Слава Довженко. Ну, это мой любимый соус, которым, в принципе, я могу съесть все, что угодно. По соусу я сразу поняла. Я знаю, что любит, конечно же, Яна. И я начал готовить то, что любит она. Черга дружины Александра Непопа. Те самое питание. Чему? Сразу догадалась, что это плохо, потому что, тем более, я не люблю ни ту-нет, ни телятина, ни пасты. Поэтому я знаю, что он мне бы такое не приготовил. Я приготовил плов, потому что, ну, я раз в неделю под дома готовлю плов. То есть это блюдо, которое она любит, которое я люблю. Соскучились? Очень. Все очень соскучились. А зараз те, заради чего пекельні кухарі так старалися. Шеф збирається дозволити їм нарешті побачитись з рідними. Але вони про це ще не здогадуються. Ну що ж, закінчився цей конкурс. Немножко ви мене расстроили, потому що в основному победили. І є сьогодні тільки один проигравший. І я думаю, що я начну з победителю. Ольга Мостовенко. Вау! Нет слов. Когда к Александру Непоп выбежала его жена, прыгнула на шею, у меня у самой слезы по щекам. Я говорю, все, уходите, уходите, а то я сейчас плакать начну. І тут шеф вызывает мене. Да, шеф. А вы, Ольга, тоже выиграли? Он вышел, у меня опять слезы, опять эмоції. Обниматься, боже, как это приятно, я вам передать не могу. Следующий победитель – Вячеслав Довженко. Ну, так это было. Конечно, обрадовало то, что приехала моя любимая. Это ж самый большой подарок. Юра! Даша! Ну, а как же ты так? Иди сюда! Я что, не понимаю? Как же ты так не справился? Я справился. Ты справился? Да. Ну, ты же остался один. Я точно знаю, что это готовил много раз. Если бы я была на месте, Юра, я бы там все, я бы умерла. Выиграл, выиграл, выиграл. Лиля! Ну, я знал, что не промокнусь эти под... Они, конечно, радуют, когда я уже, типа, понял, что это точно подколка, да? Ну, что, я вас всех поздравляю, потому что вы действительно угадали. Все блюда знаете наизусть своих близких. У вас есть ровно 10 минут. Шеф не может приховать, что он расширенный. Было очень приятно видеть, на самом деле, то, насколько любят вас ваши близкие. Я думаю, что один из самых важных для меня моментов на адской кухне, наверное, сегодняшний день. Родные поехали домой, а пекельные кухарьи в прекрасном настроении повернулись готовиться к следующему конкурсу. Смотрите дальше. Солодные леки для пекельных кухарьев. Коньяк у тебя? Да, держись. Мы должны сегодня поднять шефа настроение. Если мы шефом настроение не поднимем, все, господа, в финале будет шеф Сергеем. Это я вам гарантирую. Конкурс на приготовление страв попереду. Мы продолжаем. И новый конкурс связан с одним из самых интересных продуктов на Земле. Это уникальный продукт, который нравится детям, мужчинам, женщинам. Все исследования, начиная от исследований в области секса и кончая областью хорошего настроения, подтверждают, это правда. Суть нашего конкурса, на который я вам отвел один час, сделать мне все, что будет угодно вашей душе из шоколада. Конфеты, десерт, любую фантазию, которая мне понравится, связанная с шоколадом. Это понятно? Да, шеф. Время пошло. Бекельно кухню заповнюю аромат шоколаду. Він моментально додает конкурсу амурного призма. Давай, малыш, скажи, папе, что ты можешь. Для приготовления шоколаду используется близко 500 смаковых добавок. Половина из них полонится и ваниль. Слава Довженко и Александр Непоп, как настоящие мужчины, решили сделать цукерки на алкогольной основе. Коньяк у тебя? Да, держи. Очень вкусная трюфеля с араратским коньяком хотя бы десятилетней выдержки. Но мы должны сегодня поднять шефу настроение. Если мы шоколадом шефу настроение не поднимем, все, господа, в финале будет шеф Сергеем. Это я вам гарантирую. Кожен намагается приготовить шоколад за своим властным рецептом, не використовывая ингредиенты конкурента. Для Юрия Кондратевка это очень важный момент. У тебя такая же штука, как у меня получилась. Я трюфельные конфеты делаю. А как вам сегодняшний сюрприз по поводу близких и родственников? Ну я же говорил, что сейчас еще чуть-чуть и я могу штаны наложить. Ничего. На данный момент хорошо так. Большое спасибо за это. Когда закончится шоу, тогда приедем, тогда пообщаемся и все потом, все потом. Найбільш збудливый эффект можно отримать от шоколада с имбиром. Не дарма итальянцы на его упаковке изображают со мной, как всегда, будет Сергей и новый гость. Это шеф-повар, человек с безупречной репутацией, мой хороший друг Юрий Рожков. Привет, коллеги. Здравствуйте. Что у вас лица серьезные такие сразу? Сейчас поработаем. И я приглашаю сюда Ольгу Мостовенко. Надеюсь, что это не баклажан. Это конфеты с цедрой апельсина и вот эти вот ананасики, простите, да, это с вишней. Какой ты мне рекомендуешь конфетку? Ты знаешь мой вкус уже за эти дни. Попробуйте с табаско. Легкая? Приятная? Когда я пробовала самоначинку с соусом табаско, она была такая... Но табаско так не очень прослеживается. По вкусу все здорово, но вы не кондитер, поэтому как бы у вас очень толстые... Слые шоколада. Толстые шоколады, поэтому для конфеты это неправильно. Ну, такие радостные шоколадные конфеты. Просто я смотрел, как готовили. Вот один... Александр? Саша. Вот он готовил правильно. Он делал, он форму обливал, оттягивал, а вы... Вилочкой. Вилочкой. Да. Размазывали. Вот это ваша ошибка. Это, блин, все делают так кондитера. то есть не вилкой его размазывают, а сам шоколад должен обволакивать форму, то есть сам по себе, сам накатывать, чтобы не портить его структуру. Я приглашаю сюда Юрия Кондратюка. Да, шеф. По кличке Мексиканец. Расскажем, Юра. Конфеты с пралине к середине. Орехи, то есть пралине вместе с массой шоколада и сливок я смешал и получилась основа для конфет. И уже из-за этого я формировал кнели и опускал в растопленный шоколад. Ты в чьих одна конфеты делал? Я себе представляю, это когда гости уходят с ресторана, можно их угостить в дорожку какими-то, допустим, эти. Это вот... А что вот у тебя случилось с конфетами сзади? Я на сетке. А, они на сетке лежат. Я не в форме делал, я в форме кнели делал ложкой просто. И вот так на память человеку просто можно в голову этой конфетой. Я хотел вообще-то чайными ложками кнельки такие делать, но взял десерт и чуть больше. Хотя, ну я не знаю, что тут плохо. Внешний вид на самом деле не желает лучшего, но все внутри и облидно шоколадом все великолепно. Вячеслав Довженко. Трюфеля, шеф. Классические с коньяком и какао. Эти одинаковые с трюфельным маслом, но эти с орехом, эти с кокосом. Понятно. Ты сначала, да, замешиваешь массу, потом ты ее охлаждаешь, потом ты ее закатываешь, потом подмакаешь. То есть, да, можно не успеть, это сложность, но так что надо было стоять и сварить горячий шоколад? Надо же было показать хотя бы хоть какой-то уровень. По исполнению все здорово. Единственное, что трюфельного масла я бы поменьше копнул. Чем интереснее продукт, тем его надо деликатнее использовать. Да и в принципе еще, если бы ты сделал с лесным орехом трюфель, как бы это было бы актуальное решение. Трюфель находят в лесу, лесной орех он в лесу. И я жду здесь блюдо от Александра Непопа. Что, растаяло? Не получилось, формы были такие, ну, такие, то есть, не очень-то хорошего качества. Когда вынимал, то есть, немного треснул. А жалко. Я видел, как он выкладывал форму. Шеф, я приготовил конфеты с ореховой нугой, с белым шоколадом и имбирем, с цедрой, коньяком и тростниковым сахаром. Секабо, что вплыли на вердикт пекельных судей легендарный имбир. Это ореховая нуля самодельная, да? Это самодельная. Это непроизводственная. Как мне эти пришли идеи, ну, я, я просто это, ну, придумал так, на ходу и все. Саша? Да, шеф. Занимайте свое место в строю. Здесь есть ситуация такая, что два человека, по моему мнению, явно сделали правильную еду. Я могу сделать исключение и определить двух. Нет, но они сделали просто, вкусно, но просто. Но поварского искусства мало. Мало? Вы что, мы здесь боремся за очень большой приз, это раз. А два человека сделали более-менее тяжелую работу, но она получилась некачественной. Понятно. Надо, значит, что-то думать, что-то определяться. Как? Юрий, сердцем. Я за простоту, когда вкусно. Хорошо, если простоту, когда вкусно, первое место вот эти конфеты. Наверное, первое место соглашусь. Я объявляю победителя, им стал Вячеслав Довженко. Слава, мы поздравляемся. Спасибо, шеф. Для меня главное было то, что поняли, ну, то есть, было это интересно шефу Сергею Гусовскому, который вы знаете, он тонкий критик. Им это понравилось, их заинтересовало, то есть, я рад, что, значит, как бы я не промахнулся. И приз за этот конкурс, за победу в нем, это поездка в бельгийский шоколадный магазин и возможность пробовать и спрашивать шоколатье, как он это делает. Вы понимаете? Да, шеф. Ну, едете все вместе, потому что мы не можем оставить Ольгу, которая не может жить без шоколада, Кондрутюка, который сделал сегодня замечательные котлеты, хотел сказать. Ну, ну, похоже на котлеты, форма побеньше. Да. И Сашу, который, как всегда, безукоризненно презентовал все, но сегодня не доказал свой класс. Замыть участники пекельной кухни опиниться в справедшем районе. У миссии мрии у всех без винятку ласунев. В шоколадном магазине, где на них уже с нетерпением чекают. Пожалуйста, становитесь, да, как вам удобно. Можно рядом со мной, я не кусаюсь. Сегодня. Сегодня обычно кусаетесь. Обычно, да. Готовы? Первое, что нам нужно сделать, это темперировать шоколад. Сейчас он горячий, разогретый до температуры 40 градусов. Попробуйте. Ммм, 40 градусов. И охлаждать мы его будем на доске из мрамора. Протираем ее коньяком. Коньяк на стол. Мы обычно все делаем водкой. Коньяк ароматнее. Робочие места подготовили. Починаем працювати и с шоколадом. И теперь вот так вот мы выливаем шоколад. Вот таким образом мы перемешиваем шоколадную массу. А теперь самое время каждому из вас попробовать самому. Пожалуйста. А ты как-нибудь делай. Я тебе сейчас покажу, как надо делать. Не переживай. Речовина, которая входит в шоколаде, вызывает в теле тот же эффект, что и при закоханности. Сегодня нашим участникам его не бракуватимет. Молодец. Что ж ты в дырочку не попала? Оля. Там работа для мальчиков попадает в дырочку, а не для девочек. Так, все, тихонечко. Просто разбежались глаза от увиденного, а учитывая, как я люблю шоколад. Фантастич, фантастич. Шоколад залили у формы. Попереду, на думку шоколад є найкрасивіша. Шоколадный дождь. Мы это делаем для того, чтобы можно было потом положить начинку. Смотрите. И вот после вот этой процедуры вся кухня в шоколаде обычно. И остается вот такая шоколадная чашечка. Пекельник украиняк, справжние украинцы, не могли не запитать про наиважливейшую страву. А сало в шоколаде вы не пробовали? Пробовали, конечно. Получилось или нет? Получилось. Ну, секрет был специально в маринаде для сала. Для начинки своих цукеров участники обрали апельсин, перец и тютюн. Наши конфетки уже остыли, и сейчас мы их будем доставать из формы. Пожалуйста, пробуйте плоды своего труда. Высоединяйте с камашом. Сочинка попалась. Ха. Теперь будете гадать, с чем вам попадется. Очень, очень, очень. Прекрасно. Вы молодцы. Вы сделали чудесный конфет со своими руками. На сегодня шоколадные пригоды завершены. Час повертаться до пекельной кухни. Итак, мы начинаем наш мастер-класс. Я хочу вам напомнить. Со мной шеф-повар одного из лучших ресторанов в Москве. Юрий Рожков. Мы работаем по принципу хорошим гостям большая порция. Новый заказ. Салаты, свеклы и сыром холодный цех, черная дреска, горячий цех. Пробую. Опять кислый, как вчера. Долго кипит, значит, на нее садимся, чтоб кипело быстрее. Кухня свыше 30 градусов. Я вам устраиваю адская кухня. Так, салат вот сюда на раздачу поставьте мне. Салат из рук голоделячьим языком моя. Придумка. Секрет вам не расскажу. Дол номер 6 готов. Рома, давайте. Вы не знаете, что такое адская кухня? Я покажу вам адскую кухню. Отдаем! Да, шеф! Впитывайте, запоминайте, потому что по окончанию мастер-класса мы ждем от вас точно такого же блюда. Адская кухня сейчас находится на таком этапе, когда все, что вы делаете, должно быть безукоризненно. Это понятно? Да, шеф! Ну что, ребята, вы в моих руках? Все, бояться только не надо, заикаться тоже. Ну что, приступаем к приготовлению блюда. Очень молодым может показаться, что это очень просто. Поэтому должны видеть все, я вам все нюансы покажу. Основа это лосось, который будет приготовлен в вакууме при температуре 60 градусов. Вместо гарнира это спаржа и гребешок. Гребешок сырой на теплой тарелке, который будет заливаться соусом, который готовился вместе с лососевым вакуумом. Понятно? Да, шеф! Молодцы! Самое главное, чтобы вечером гости не оглохли. Как определить хорошего качества лосось, если он у тебя уже на филе? Ну, главное, чтобы он не слоился вот здесь вот. Это значит, что рыба не была заморожена. Правильно. Второе. Видите белые жировые прослойки у рыбы? Да, шеф. Чем она тоньше, тем рыба лучше. Тем она сочнее будет и тем она меньше будет вонять жиром. И, звичайно, обрабляти филе лосося доручили Олександру Непопу. Кто берет спаржу? Слушай, он один раз отрезал себе. Понятно? Так, это он отрезал, значит, надо другого брать. Юра, тезка, давай. Оль, смотри, иди сюда. Гребешок такими кружочками нарезаем. Для чего я это сделал? Чтобы не замазать края, чтобы потом хорошо забаялся. Все профессионалы надо сказать. Запечатываем вакуум. Конвектомат, проверьте, должен стоять на 60 градусов. Стоит? Да, шеф, он стоит. 60 градусов пар. Приготовить эту страву можно и в домашней, и в духовке в специальных вакуумных мешках для запекания. Мы не переготовили. Знаете, почему? Если бы мы переготовили, у нас были бы хлопья сильных белка. Вот сейчас вы будете дегустировать. Нежнее вы не ели. Я вам гарантирую. Когда я попробовал рыбу, ну, то есть блюдо, это все, я просто ***. Я не могу другими словами объяснить. Очень вкусно и идеально. И вот немного аспаржи, кстати, вот она не мешала тем, что она должна быть такая, чуть-чуть вот как раз аспаржа и должна быть. Тающие во рту эти гребешки, этот соус, это все такое, вот кушаешь, и как в рекламе Рафаэла. А тут вот именно. Вы понимаете, вот что, когда блюдо сделано правильно, отдать его невозможно никогда. Сейчас любой человек, который отнимет этот лосось, получит в лоб. Это вам мой подарок. Спасибо большое. Желаю вам сегодня отбиться, желаю вам сегодня приготовить сейчас правильно блюдо, и кому-то из вас занять первое место. 40 минут. Теперь пекельным кухарям нужно повторить рецепт самостоятельно. Так же, для приготовления стравы отвариваем филе лосося. На гарнир тоненько нарезаем гребенцы. Паралельно варим спаржу. Поливаем соусом, сделанным на основе рыбного бульона, соевого соусу таспетий. Блин, чтобы нам подарили каждому по книжке от Юрия Рожкова. Можно Юрия Рожкова? Очень хочется ваших книг. Не попрошайнички, вы слишком наглые все. Ну, Юрий, это в первую очередь очень и очень крутой чувак. То есть, вообще, он респект. Вот так, в разговорах про новые рецепты и про гостя пекельной кухни непометно пролетело 40 минут и настав час дегустации. Спаржа чуть-чуть переварена, но все остальное... Великолепно. Да, все остальное вкусно. Сереж, а вы? Переварена спаржа, да? Чуть-чуть, да. Это Довженко Слава. Здесь есть небольшое замечание, то есть, вот о чем как бы говорилось, да, что чем тоньше нарежешь гребешок, тем он как бы лучше и приготовится. А здесь толстый, да? Угу. То есть, у Славы толстоват гребешок. Да нет, рыба у всех приготовлена правильно. Пока рыба идеальная. Это мы сделали в первый раз. Все сразу в принципе получилось. Юрий сказал, да, все достаточно, понятно. Правильно соленый соус здесь, правильно с солью добавленную соли. Мне кажется, здесь меньше. У Саши, да, у Непопа правильный соус? У Саши, вот, очень правильно. Вот очень правильно выбрано по соли. По балансу вообще? По балансу. Замечательно. Новый рецепт получил. И, ну, какие-то новые знания. Он очень много чего рассказал, поэтому что-то отложилось. Дегустируем блюдо Юрия, которое презентация, смотрите, даже не упала, ничего. Юра, зазлился, да, на всех? Взял и приготовил, да? Луцк, город-герой. Спаржа, по-моему, правильная. Да. Оля, расскажи, пожалуйста, что случилось с лососем у тебя? Не смогла в руках удержать? На пол не падал? Вы знаете, кусочек сам по себе держал форму, и когда уже начала разламывать, у меня другой краешек отошел. Самое главное, создать форму, подачу. Он остыл больше всех, и вот у него консистенция стала, да, вот именно с гребешком, сочетание потрясающе. Была бы презентация хорошая, и тоже бы похвалюли блюдо, поскольку по вкусу претензий не было. Твое блюдо трудно испортить. Трудно испортить, очень вкусно. Это, знаешь, не трудно испортить, а надо правильно объяснить. Ну, или так скажи, я по-армянски сказал, но... Но удержаться, я тебе могу сказать, невозможно. Вот сижу, как Высоцкий сказал, открою кодекс на любой странице, и не могу читать до конца. Дегустацию завершено. Кто ж станет переможцем остального майстер-класса в пекельной кухне? Как мы расцениваем этот конкурс? Первое место, Юра. Я думаю, вот это блюдо, которое Вы поставите в меню своего ресторана, это самая главная награда, которая может быть. Девица далее в программе. Вы решали, на неймовірно напружена вечерин на пекельной кухне. Мы уже посудили всех мужчин, съели хлеб и помаду свою. Дайте нам, пожалуйста, что-то любить. Начните работать, наконец. В полуфинале. Негоряздо не перестают переследовать Ольгу Мастовенко. Тот соус, он хрустит. Он хрустит. Это из-за соуса. У Славы Довженко критична ситуация с горячим. Вот, прожженые гости стают дедали выбегливейшими. Вот оно, неравенство. Видите? Одни едят, вторые. Кто залишится на пекельной кухне и станет фаворитом в битве за півмільйона гривень? Пекельный салат они сегодня саживут. Все вместе, сегодня на ужин. Вот этот, который я им делаю из тех продуктов, которые они выкидывают. Это понятно? Да, шеф! Пекельная кухня будет не просто горяча, а надзвичайно горяча. Сегодня очень важный день, крайне важный ужин на адской кухне, но не только для меня, но и для вас. Я надеюсь, что вы это понимаете. Дальше! Не хочу вам говорить никаких банальностей, но попрошу Юрия, который сегодня нашел время, прилетел к нам, уделил вам особое такое специальное внимание свое, и которому я очень благодарен. Я хочу, чтобы он напутствовал вас сегодня на этот важный для вас очень ужин. Чтобы хотелось вам сказать, ребят, побольше вам сегодня попотеть, но и, допустим, будет 30-40 человек, 50 человек гостей в зале, вот чтобы каждый вам сказал огромное спасибо. Самая лучшая награда, наверное, для повара. Тогда всем все нравится. От синего пивычарю на пакальной кухне будет и Юлия Высоцкая, коротельно следку из-за дьема участников. Ты их не просто судишь, ты не просто высказываешь свое мнение по поводу того или иного приготовленного блюда, той или иной ошибки совершенной, промаха, всего. Ты отдаешь частичку себя. После этого все уже, у них есть частичка меня. Поэтому я их и люблю еще больше, и требую с них еще больше. Поэтому они, конечно, становятся родными. Момент истины. Удачи вам. Мы будем за вас болеть. Спасибо, шеф! Сегодня на холодном Мостовенко не поп. Да, шеф! На горячем у нас сегодня Слава Довженко. Юрий Кондратюк занимает позицию паста-ризотто. Да, шеф! Сергей, открывайте адскую кухню. Отже, настоящая надзвучайно важливая вечера на пакальной кухне. Самая она варишует долю півфиналу. Ресторан потроху заполняют ости. Средних ведучий и шоумен Илья Ноебрёв. Добрый вечер. Добрый. Располагайтесь, сейчас мы приедем заказываться. Давай. Что мы должны делать? Заказываться. Сейчас мы должны только заказываться. А если вам не нравится, кидать тарелку, бить ее от пола и сдавать искандалив. Может, с этого начнете? Я буду в Иринике с вишней. Много! Медальонный. И ось перше замовлення уже на кухне. Один цезарь, один несуас. Второй курс. Один лосось от шефа. Одна карбонара. Одна панакота, один яблочный пирог. Да, шеф! Пекельні кухарі приступають до роботи. Кондратюк. Да, шеф. Проверь, соль и перец. Я не чувствую. Шеф пильно следкує за кожним та робить перші зауваження. Я хочу увидеть в этом салате кубики. Я опять вижу какие-то треугольники. Ты видишь, нет? Да, шеф. Они были кубиками. Вроде бы все нормально было. Были, конечно, какие-то там... Ну, не все четко. Тем часом партнерка Олександра по холодному цеху Ольга Мостовенко готує соуси. Алису шефу Жерому здається, щось не подобається. Тот соус, он хрустит. Он хрустит. Ну, от здесь? Он хрустит соус. Это из-за соуса. Вы бросили соус? У нас с соусом были проблемы. Возможно, из-за морской соли, возможно, из-за пармезана. Так вот, Жером попробовал салат, уже заправленный этим соусом, и сказал, что проблема в листьях салата. Шеф вырешил переверить ситуацию особисто и выявил неприпустимой для кухаря речи. Кто? Кто? Кто мыло-то? Я мыла, перебирала каждый лист. У вас земля в салате. Проверьте весь салат, это переделось. Проверьте весь салат срочно. Понятно? Да, шеф! После такого серьезного проколу шеф мог бы добряче разизлитися. Проте он остается навдивовыжу спокойным. Але помилки Ольги не остаются непомещенными іншими кухарями. Оля, она не дотягивает. Как бы это она ни старалась, может, через чужого. Ну, снявничают все, как бы, суетятся, но ей тяжелее всего. Ольга обновывает себя и намагается выпрямить ситуацию под час приготовления салатев. Что на подходе? На подходе козий сыр. Давай вот козий сыр мне быстрее. Я жду. Сколько минут? Просто ответьте и все. Я отдаю сейчас тунец, козий сыр, правильно, шеф? Одновременно. Да, одновременно. Отдает салат и Александр Небов. Всего разу без зауважений. Санек! А? Ты вообще как там на салатах? Живой? Уже все. Ты долго еще, Сань? Реально, да. Да реально нет, я дальше справлюсь сама. Сань, потому что мне, блин, медальон и лосось надо выкладывать, он перейдет. Напряженно, тихо на кухне. Либо очень профессиональная команда, действительно, либо что-то тут не так. Вот у меня на кухне не так. Тихо. Сегодня головное здраво меню лосось. Готуй его, Слава Довженко. Теперь будешь еще и сервировать. Ты можешь сервировать лосось? Я думаю, да. И медальоны можешь сервировать сам? Ну, ты пробуешь. Слышь, никогда не сервировал медальоны? Сервировал. Шеф, Ты что ты рассказываешь мне с кастом? Да, шеф. Правильно готовить лосось, а участники пекельной кухни сегодня научились на мастер-классе. Проте на практике все выявилось не так просто. Принаймні для слабых. Гостей в Бурене замовленный лосось ніяк не принесут. Мы уже обсудили всех мужчин. Съели хлеб и по манусу. Дайте нам, пожалуйста, что-нибудь. Моего лосось еще ловят. Вот оно неравенство. Видите? Одни едят, вторые. Сергей Гусевский не вытримает, а разом с гостей звертается до шефа за пояснением. Слава. Да, шеф. Вот, видишь девушку? Вот, расскажи ей, расскажи ей, как делается лосось. Почему надо так долго ждать? Вот, расскажи ей. Готовится при низкой температуре 60 градусов. Поэтому он требует более аккуратного приготовления, поскольку ваку в низкой температуре нужно, чтобы он успел приготовиться правильно. Все, дайте мы сидим и потом вернемся за комментарии. Кроме проблем с лососем, еще один третивливый момент. Печас приготовления вечерей кухарьи не дбало ставляться до продуктов, псуючи их. По обороню шефа немає меж. Вы понимаете, сколько стоят не гребешки, а вот эти смартки? Дорого. Дорого шефа? Ты знаешь, сколько мы выкинули сегодня? Нет. Посмотри вот туда, вот на тарелку, когда пойдешь, потом сожрешь у меня эту тарелку. Начните работать, наконец. В полуфинале здесь. Взагалі в ресторанах за обсування продуктів кухарів влітають на досить пристойні суми. Штрафом за подібні речі на пекельні кухні сьогодні стане ось цей кулинарний шедевр. Вот пекельний салат они сегодня сожрут, который я им делаю из тех продуктов, которые они выкидывают. Это понятно? Да, шеф! И якщо с пекельним салатом все зрозуміло, то с салатами для гостей на думку шефа знову что-то не гараж. Секла и цезарь у меня? Что у меня? Да. Цезарь и несуас. Какой несуас? Несуас, шеф, простите, оговорилась. У меня здесь половина блюд несуас делается. Брать часу на приготовление смушую пекельник кухарів сдавати позиції. Більшість трав повертаються через те, что они холодні. Так все переделываем, все должно быть горячее, в одно и то же время. И быстрее. Юра, наша холодная ризотто. Оно вкусное, но холодное. Горячее уже, чем салат. А у меня уже не горячее. Уже никакого. Мы отмечаем час в этом прекрасном завете. Пожалуй, у нас неплохие воспоминания о салате. Тем часом Юрий Кондратюк готует для гостей ресторану пасту и ризотто. Пацки, вы меня слышите, что я говорю? Ребята. Что ты мучишь там? Громче говори. Что ты спрашиваешь? Я говорю, пробуйте пене, шеф. Чем ты кладешь пене? Ложка. Большую ложку бери для пасты. Хорошо. Су-шефу Жерому пене Юрия не подобается. Не очень красиво. Попробуй. Слово шефа завжди вирішальне на кухне. В непростой ситуации он поддерживает не су-шефа, а пекельного кухаря. Пене на самом деле было охуенно. Я потом еще три или четыре раза подошел, попробовал. Схоже, шеф принял вирное решение, а гости задоволен еще Юриным ризотто. Я, мне кажется, ничего вкуснее не ела. Нет, судя, конечно, по моей пустой тарелке ризотто тоже удалось. Ризотто тоже достаточно удалось, да, на самом деле. Довженко уже готовый завершиваться с горячим. Та шеф не поспешает, бо у Славы снова не все гораздо с травою. Слава, вот ты сколько лет работаешь? Можешь равномерно покрыть телятина? Равномерно. Вот, вот, посмотри, видишь, как равномерно? Нет, не видишь? Могу. Хочу, у тебя в одном краю есть, а в другом краю нет. Я понял, шеф. Ты здесь слепой? Нет, шеф. Слава, лично буду проверять сейчас мясо. А что, шеф? В принципе, сложности не было. Вот, подходили люди, благодарили за медальоны, сказали, что очень нежные талии во рту, очень приятно. Не поп швидко упорывся и своими завданнями, и шеф его признащил сушефом. Тож, Александр мэй добрячо постаратися. Ну что, пацаны? Ну что? Что? Давай громче, Александр, встал на мое место, давай громче. Ну что, пацаны? Ну, они знают, это не хризотто и лосось, они сейчас дают, шеф, минуту. Я хочу слышать вашу кухню, понимаешь? Да, шеф. Звук кухни, они пришли, открытая кухня, они хотят видеть, как люди работают, как японцы. Ха-ха-ха, вот так вот. Хорошо, шеф. Громче, понимаешь? Я хочу громче тебя слышать. Шеф, если я буду громче говорить, я потом еще говорить не смогу. Ну и страшно. У меня голос низкий. Схоже, Александр тримается дещо самовпевнено. Можливо, ему уже и не знадобится голос, если он не потрапит до финала. Я объяснил сегодня, шеф, что я не могу громко говорить, потому что у меня очень низкий тембр голоса. Если буду громко говорить, я потом неделю вообще не смогу разговаривать. У меня просто есть горький опыт этого. У меня опухают голосовые связки, я вообще не могу говорить. Настает час десертов. Настри гостей значно покращаются. Пожалуйста, не выгоняйте никого. Пусть все, все пусть остаются. Никого не нужно выгонять. Девочка порхает. Это заметно. Она очень переживает. Молодые люди такие более-менее спокойные относительно. А девочка такая... Ну, сейчас видно, что она устала. Звісно, було відчого втомитися. Вона самотужки готує вареники для відвідувачів. Вареники сегодня у мене уперше. Что ты сейчас здесь делаешь, а? Варю вареники, шеф. Ага. Это вареники, так говорится. Из хорибур вареники. А? Хорибур вареники. А с вами здесь касник. О, щит. Арам полюбляє українську кухню и добре розуміється на її основних стравах. А тому претензій Жерома не сприймає и цього разу. Это не соус, не сир. Жером. Жерому не понравились вареники. Он сказал, что моя бабушка готовит вкуснее. Я считаю, что Жером просто не понял нашего блюда вареники с вишнями. Ось і так уж задоволений бисертом, а та з радістю їх доедають. Действительно, очень вкусно. Я поражен тому, что качественно. Просто очень здорово качественно. Не абы как по телевизионному, чтобы получилось шоу, а там неважно, что будет приготовлено. А действительно, просто здорово. Мне вот впечатляет, что я побывал просто в очень хорошем ресторане. Дамы и господа, адская кухня. сегодня закрыто. Я жду вас вновь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Настал последний решающий час перед моим выбором. Я бы хотел все-таки два слова сказать о сегодняшнем ужине. Вы растете, вы кормите людей и быстрее, и качественнее. Но, к сожалению, вы переводите такое количество продуктов, которое не приемлемо ни для одного хозяина ресторана. Я делал сегодня в ходе ужина замечания. Я думаю, вы их помните. Я хвалил кого-то, и вы тоже это помните. Я думаю, на мое решение будут влиять многие факторы. От вашего первого дня на адской кухне до сегодняшнего дня. Я хотел бы спросить у вас одно. Уважаете ли вы мои решения? Да, шеф. И готовы ли вы принять любое мое решение? Да, шеф. Перед тем, как принять решение, я хочу пригласить каждого из вас в свой кабинет для разговора. Сразу скажу, что этот разговор может повлиять на мое решение. А зачем тебе победа? Я всегда стремлюсь к лучшему, к самосовершенствованию. Я бы поехал куда-нибудь учиться. Для того, чтобы была полноценная семья, я хотел пойти на проекты, получить деньги и купить квартиру. Я сам для себя вырасту. Собственно, что я доказал что-то себе, родителям. Если ты не победишь, ты себя ничего не доказал? Я доказал, но когда выиграю, то это будет намного больше. То есть, эта победа, она больше нужна для того, чтобы доказать людям, кто ты есть, или эта победа больше нужна для тебя самого внутри? Для меня самого внутри. А мне кажется, ты знаешь, кто ты на самом деле. Четыре человека сейчас. Кого бы ты назвал? Победили уже все, но кто выйдет в финал, тяжело. Я даже не спрашиваю, кто выйдет в финал. В целом. Я могу только сказать, как бы, и Юрий с каждым днем себя открывает, шикарно показывает свою работу. И Славик Довженко, ну, единственное, как бы, вот, вы меня простите, но по поводу Александра, не могу такого сказать. он идет на уровне. Говори, говори одно имя. Я не могу, шеф. Принимать решение надо быстро сейчас. Правда, дел я. Не думаешь, что сейчас на меня это повлияет, подога, самоуверенность? Может, повлияет. То есть, ты действительно считаешь себя лучшим поваром? Я не могу сказать лучшим, потому что все разные. То есть, ты хочешь сказать, я не хуже? Ну, да. Я тебе даю возможность сегодня сказать, вот этот человек победил в адском. Кого бы ты назвал? Тот человек, с которым бы я хотел, ну, посоревноваться, это Слава. Это достойный противник, я считаю. Я тебе последний вопрос задам. Вот, коротко, за 10 секунд. Главный аргумент, из-за которого я должен тебя оставить. Ну, шеф, быстрее. Сейчас время быстрых решений. Потому что я этого очень хочу. Хорошо. Иди, я буду думать и вызову вас всех. Итак, наступает один из самых решающих моментов на адской кухне в вашей борьбе за полмиллиона гривен. Я скажу несколько слов про каждого из вас. Саша Непоп. Даша. За это время, которое прошло на адской кухне, ты подкупил меня своими качествами. А именно, одним из самых главных качеств был профессионализм. Я имею ввиду профессионализм как повара, честность и порядочность как человека, лидерские качества, что немаловажно на любой кухне. Но я бы еще добавил бы, может быть, не всегда уместно, но в профессии креативность, смелость. Спасибо, шеф. Всегда, когда я чего-то добивался, маленького, большого или еще какого-то, то есть для меня это всегда было мало. Слава Довженко. Да, шеф. Ты человек, который показал умение работать с такой скоростью, не теряя качества. Ты был одним из немногих профессиональных поваров с достаточно серьезной позицией, пришедших на адскую кухню. И ты легко согласился на роль ученика и вставал на любую позицию, куда бы тебя я ни ставил. Это вызывает уважение. Я получил опыт, я чувствую большую уверенность и, возможно, шеф тоже все это видит. Теперь ты, Юрий. Да, шеф. На сегодняшний день самое большое мое удивление это то, что ты здесь стоишь в числе этих четырех людей. Спасибо, шеф. То, с чего ты начал и то, чего ты достиг на сегодняшний день, это самое на моих глазах большое изменение произошедшее с человеком в профессиональном плане. Твоя способность учиться в очень короткие сроки и в очень тяжелых условиях это, наверное, то, что тебя выделяет среди всех. Удивительно, но все четыре шефа назвали тебя лучшим поваром на адской кухне. Я не знаю, как там на камере у меня реально челюсть тупо отвисла. Теперь вы, Ольга, Даша, за всю нашу историю до сегодняшнего дня на адской кухне я могу просто на одной руке по количеству пальцев сказать, какие бы блюда профессиональный ресторатор включил бы в свое меню. их было совсем чуть-чуть. Единственный человек, два блюда которого я бы включил в меню были ваши. Для меня вы самый сильный командный игрок на адской кухне. Спасибо, шеф. Вы сегодня здесь, вы единственная женщина и это очень высокий результат. Я вышла в четверку, я была одна женщина из четырех человек, да, трое мужчин и одна я. Я собой стояла, да, я собой гордилась, какая я молодец. Все аргументы, которые у меня были в пользу каждого из вас, я привел. И теперь я хотел бы услышать аргументы Сергея. Киев, мать городов русских, да, Киев, Щек, Харива, их сестра Лыбедь. Только сейчас, глядя на вас пояс, что вот у нас вот такая, так сказать, конструкция получилась. То есть, вот с мешком денег уйдет один из вас. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли мою позицию, что вот вы четыре победителя. Я хочу, чтобы сейчас сюда, передо мной, вышел. Саша Непов. Александр, это непростое решение, но я его принял. вы сегодня покинете адскую кухню. Я вам пожимаю вашу руку. Я понимаю, что это непросто, но я думаю, что это сделает вашей жизни больше, чем выигрыш на адской кухне. Снимайте китель. хочу пожелать тем ребятам удачи, кто остался. Они молодцы. После адской кухни я буду работать. Там много больше, чем работа до этого. у меня все понравилось, все хорошо. Поеду домой, говорю, нет. А вторым я попрошу выйти сюда ко мне. Слава Довженко. Да, шеф. Слава, я благодарен вам за то время, которое вы со мной работали. Вы профессионал, но я должен выбрать. Да, шеф. И я свой выбор сделал. Давайте, ваш китель. Спасибо, шеф. Я честно жму вашу руку. Спасибо. Спасибо этому проекту. Я получил огромный опыт, который мне пригодится в дальнейшем, и я думаю, он принесет свои плоды. В любом случае, шансы, как бы, у всех были равны. Я хотел бы сказать еще раз на шеф. Я думаю, что я хотел бы еще раз пройти это все с нуля. Плина, и контроль, и способность собраться и не обращать внимания, даже если тебя костерят, и у тебя что-то не получается, и продолжать что-то делать. Вот в них в обоих это есть. А я думаю, все остальное, знаете, навыки профессиональные. Ну что они, не молодые люди. Через 20 лет они будут звездами. Они будут звездами в том смысле, что они обретут профессию в самом высоком смысле этого слова. Ольга и Юра. Да, шеф. Я поздравляю вас. Вы стали финалистами адской потери. У меня слезы на глазах навернулись. У меня такие ощущения, волнами все захлестывает. Я не могу ни на кого смотреть. Я глаза вверх подымаю, чтобы слезы не начали течь прям там, прям здесь. Я в финале. Вы понимаете, я в финале. Вы должны благодарить себя. Но это еще не победа. Я надеюсь, что вы это помните. И на адской кухне будет самый адский этап. Я ожидал все варианты, но не такой совсем. съем. То есть я... Ну-ка, я хоть что-то стоянно. Я не... Я бы у меня других слов нет. Сконцентрироваться, вспомнить все, чему вы здесь научились и дать мне результат на последнем ужине. Это понятно? Да, шеф! В наступной программе остальный конкурс на пекельной кухне. Финалистам надо перевершить себя и сделать невозможно. Сразу скажу, что результат этого конкурса будет очень важен для вас. Давай, Оля, давай. Как только объявили конкурс, у меня было впечатление, что у меня начинает закипать голова. Особенно, когда кричали Юра, давай, Юра! Юлия Высоцкая поверняется на пекельную кухню. Он снова стоян членом в жури. Здравствуйте, можно? Не ждать, нет, здесь почти не ждали. Вышук на бочаре перетворюется в решальный двубей пекельной кухни. Оля, отстаем немного по времени? Больше не будет ужинать. Одно ризотто, одни равиоли, одна вырезка, сибас, одно ризотто. Каша! Очень великолепно. Очень потрясающе. Я вам не слезающе. Нарешти шеф готов изработать свой остаточный выбор. Пекельная кухня. Воришельная битва. Наступного дождя.